В.ПУТИН. 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 Расширение НАТО я уже сказал, и мы категорически не согласны с теми, кто обвиняет Россию и новые центры мирового влияния в попытке подорвать так называемый либеральный мировой порядок. Кризис такой модели мира был запрограммирован уже тогда, когда концепция экономической и политической глобализации задумывалась главным образом как инструмент обеспечения роста элитарного клуба государств и его доминирования над всеми остальными. Объективно, устойчивость подобной системы не может быть долговечной, и сейчас ответственные лидеры должны сделать выбор. Надеюсь, что выбор будет сделан в пользу созидания демократического и справедливого мирового порядка. Если хотите, назовите его «пост-вест», когда каждая страна, опираясь на свой суверенитет в рамках международного права, будет стремиться к поиску баланса между своими национальными интересами и национальными интересами партнеров при уважении к культурно-исторической и цивилизационной самобытности каждого из них. Россия никогда не скрывала своих взглядов, искренне выступала и выступает за равноправную работу по формированию общего постранства безопасности, добрососедства и развития от Ванкувера до Владивостока, и напряженность последних лет между Северной Америкой, Европой и Россией неестественна, я бы даже сказал противоестественна. Россия – евразийская держава, объединяющая множество культур и национальностей. Предсказуемость и доброжелательность в отношениях со всеми странами, в первую очередь с нашими соседями, всегда были присущи нашей внешней политике. Именно с этих позиций мы тесно работаем в рамках СНГ, Евразийского экономического союза, Организации договора коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС. Добрососедство и взаимные выгоды лежат в основе нашего отношения к Европе. Мы – часть единого континента, вместе писали историю, достигали успехов, когда работали сообща для процветания наших народов. Многие миллионы граждан Советского Союза отдали свои жизни за свободу Европы. И мы хотим видеть ее сильно, самостоятельно в международных делах, бережно относящейся к нашему совместному прошлому и будущему, оставаясь открытой всему миру. Не может радовать, что Евросоюз не находит в себе сил отказаться от выстраивания своей российской политики по принципу наименьшего знаменателя, когда коренные прагматические интересы стран-членов приносятся в жертву русофобским спекуляциям на принципе солидарности. Рассчитываем на торжество здравого смысла. Каких отношений мы хотим в США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность. Две наши страны никогда не были в прямом конфликте. Между ними было гораздо больше дружественной истории, нежели противостояния. Россия немало сделала для поддержки независимости Соединенных Штатов, их становления в качестве единого сильного государства. В наших общих интересах конструктивное выстраивание российско-американских отношений, тем более, что Америка не менее близкий, чем Евросоюз, наш сосед. В Беринговом проливе нас разделяет всего 4 километра. Потенциал кооперации в политике, экономике, гуманитарной сфере огромен, но ему, конечно, еще предстоит быть реализованным. Мы к этому открыты настолько, насколько к этому готовы в США. Сегодня нет недостатка в оценках генезиса таких глобальных вызовов, как терроризм, наркобизнес, кризисов, охвативших пространство от Ливии до Афганистана, где кровоточат Сирия, Ирак, Ливия, Йемен. Наверняка дискуссии в Мюнхене даст возможность подробно рассмотреть все эти проблемы, как и сохраняющиеся конфликты в Европе. Главное, урегулирование нигде не может быть достигнуто военным путем. Это касается в полной мере и внутриукраинского конфликта, выполнению Минского комплекса мер через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. Нет альтернативы. Это твердая позиция и России, и Запада, и Совета безопасности ООН. Важно, чтобы и киевские власти встали на путь выполнения своих обязательств. Сегодня, как никогда, необходим диалог по всем сложным вопросам, с расчетом на поиск общеприемлемых компромиссов. Действия в русле конфронтации, игры с нулевой, с суммой ничем хорошим не обернутся. Россия не ищет конфликтов ни с кем, но всегда будет способна защитить свои интересы. Наш безусловный приоритет добиваться своих целей через диалог, поиск согласия на основе взаимной выгоды. Уместно привести указание канцлера Российской империи Александра Горчакова, которое он направил в июле 1861 года посланнику России в США Стеклю. Цитирую. Спасибо. Спасибо. Хочу задать очень конкретный вопрос о военных учениях. Мы видим постоянные атаки учений в бою, которые, так называемые внезнатные, snap exercises. И тоже на этом году будет запад 17, самое большое учение 20 лет. И соседи беспокоятся, конечно, они не понимают, потому что такие учения непрозначны. Что мы можем делать, построить или перестроить доверие? Вы знаете, что отношение между Россией и НАТО и вообще деятельность Совета России и НАТО была заморожена по инициативе НАТО. Хотя после Кавказского кризиса августа 2008 года наши американские коллеги, в частности, Кандализа Райс, говорили, что прекращение работы Совета России и НАТО было ошибкой. Он должен, как раз наоборот, активнее функционировать во времена обострения. Но, как говорится, грабли те же. Альянс принял решение заморозить всю практическую деятельность. И мне вчера это Ян Столгенберг подтвердил. Он сказал, что контакты в рамках послов по Совете России и НАТО, его со мной контакты, они готовы поддерживать, но практическую работу свернули. На каком-то этапе президент Финляндии, господин Нейнисто, не будучи членом НАТО, выразил озабоченность тем, что периодически самолеты, не только российские, но и стран-членов Альянса, летают с выключенными транспондерами над Балтийским регионом. И в ходе своего визита в Россию он затронул эту тему с президентом Путиным, после чего президент поручил нашим военным подготовить предложение о том, как решить проблему не только транспондеров, но и вообще авиационной безопасности в регионе Балтийского оборота. Развернутые предложения наши военные привезли в Брюссель, когда в июле, по-моему, прошлого года прошло заседание Совета России и НАТО. И мы были уверены, что эти конкретные предложения тут же получат реакцию, и эксперты сядут и будут согласовывать схемы, призванные повышать безопасность. Этого не произошло, и до сих пор мы не можем эту работу начать. Вчера Йен Столтенберг сказал мне, что есть надежда, что эксперты наконец соберутся в марте. Ну, долговато, конечно, но, по крайней мере, наша совесть чиста. Вчера же он затронул эту тему, о которой вы меня спросили, и выразил удовлетворение тем, как российские военные сделали брифинг по прошедшим учениям прошлой осенью. Выразил надежду, что и про учения, которые планируются в 2022 году, также будут сделаны специальные брифинги. И, что касается внезапных учений, ну, я не военный человек, но я знаю, что на них приглашаются военные атташе, в том числе и стран НАТО, которые работают в Москве. Но, главный мой ответ на ваш вопрос, и я сообщил об этом генеральному мастерю НАТО, заключается в том, что для того, чтобы все эти опасения и подозрения снимать, надо возобновить военное сотрудничество. Ян Столтенберг в окружении своих заместителей вчера не смог сказать, что к этому НАТО уже готово. А это печально, потому что без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь в том, что касается решения проблем безопасности. Ну, и насчет, в принципе, наших отношений с НАТО мы давно предложили, прежде чем друг друга обвинять, прежде чем говорить, что нужно и говорить, и делать. В том, что касается развертывания впервые за десятилетия боевых потенциалов НАТО на границе с Российской Федерацией, нужно все-таки было сесть и спокойно разобраться, в чем реальная ситуация состоит. Мы предложили посмотреть на картах, у кого, сколько вооружений и личного состава и где находится НАТО и Россия. И когда мы такую статистику общую выработаем, нам станет понятна картина, каково же реальное состояние военной безопасности на европейском континенте. И уже от этой информации можно будет плясать в сторону дальнейших договоренностей о регулировании вооружений и о том, как обеспечивать дополнительные меры безопасности. Повторю еще раз, не мы прекращали практическое сотрудничество в рамках Совета России. Мы слышали выступление канцлера о отношениях с Россией. Со стороны России исходили какие-то позитивные сигналы для улучшения ситуации. Поэтому у меня конкретный вопрос. Минск-2. Россия поставила этот вопрос на Совете Безопасности. Первые три пункта – прекращение огня, отвод крупных вооружений. И третий пункт – допуск наблюдателей ОБСЕ во все регионы. Конкретный вопрос. Почему Россия не находит это возможным, практически реализовать эти обязательства и таким образом направить сигнал о улучшении доверия и улучшении общей ситуации? Вернули. Вернули. Минский министр, вы знаете, что 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 вы знаете. В конце вашего выступления вы говорили о мире, постфейковом мире. Хочу ответить на это. В ходе американской предвыборной кампании говорилось о возможном вмешательстве Российской Федерации в предвыборную кампанию США. У нас во Франции сейчас идет предвыборная кампания, и один из кандидатов опять пожаловался на вмешательство Российской Федерации. Президент Франции на прошлой неделе провел нечередное заседание. Вопрос, правда это или нет? Что касается первого вопроса, я рад, что вы читали минские договоренности. Жаль, что не до конца, судя по всему, потому что действительно первым пунктом является отвод тяжелых вооружений. Но дальше там сказано, на 30-й день после начала отвода, а он начался в апреле 2014 года, на 30-й день после начала отвода, киевские власти подготовят проект закона о выборах и начнут по нему консультации с Донецком и Луганском. Уж там можно разные вопросы задавать о сроках того или иного тезиса в минских договоренностях, там не везде сроки указаны, но здесь срок указан точно, 30 дней. Отвод начался, и начало консультации с Донецком и Луганском не было обусловлено завершением отвода. Но с тех пор, как вы знаете, многое поменялось, отводились вооружения, потом они пропадали из мест хранения. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает в очень непростых условиях, и чью деятельность мы весьма и весьма ценим и рассчитываем, что она будет более представительной, эта миссия с точки зрения репрезентативности членов ОБСЕ, не только из НАТО и Евросоюза. И специальная миссия ОБСЕ отмечала многократно нарушения с обеих сторон, и в том, что касается нарушения режима прекращения огня и наличия тяжелых вооружений в зоне безопасности. Но неизменно чемпионом по отсутствию тяжелых вооружений в местах складирования была сторона Вооруженных сил Украины. Но, повторю, другие нарушения случаются с обеих сторон. Нас, знаете, многократно обвиняли, в том числе недавно были какие-то интервью неких украинских политологов, что, во-первых, обвинялся Путин в том, что он создает живые щиты с женщин и детей на Донбассе, и что пытается внушить украинцам, живущим по левую сторону от линии соприкосновения, что на Донбассе люди, которые их ненавидят, а Донбассу пытаются внушить, что украинцы, украинское правительство хочет их уничтожить. Это настолько все лживо, настолько все шито белыми нитками. Писали также, что и Донбасс, и российские некие войска сами обстреливают Донецк, чтобы потом все свалить на Украину. Знаете, я много раз говорил, если вот начинать с того, о чем вы спросили, как сделать перемирие, как сделать прекращение огня устойчивым. Мы в Российской Федерации, как бы вы ни относились к нашим средствам массовой информации, ежедневно в прямом эфире видим, как работают наши корреспонденты на линии соприкосновения в Донецке, в Луганске. Они показывают репортажи лайв, показывают разрушение жилого сектора, разрушение социальной инфраструктуры, включая детские дома, школы, поликлиники, и показывают жертвы среднемирного населения. И я стал интересоваться, что же происходит по западную сторону от линии соприкосновения, и смотрел и CNN, и Fox News, и другие каналы Евроньюз, и я, BBC, конечно же. И я не увидел аналогичной работы корреспондентов западных каналов на западной стороне линии соприкосновения, чтобы они давали такую же картинку в прямом эфире, которую дают наши журналисты с риском для жизни. Иногда они бывают ранены, иногда гибнут. И я поинтересовался у моих западных коллег, это что, как бы не рекомендуется из-за соображений безопасности в западном МИДе работать вот на той стороне линии соприкосновения? Ответа нет. Тогда мы попросили мониторинговую миссию БСЕ, чтобы они в своих докладах особое внимание уделяли тому, какие конкретно разрушения в гражданской инфраструктуре наблюдаются из-за взаимных обстрелов справа и слева от линии соприкосновения. И пока мы такой исчерпывающей информации не получаем. Это наводит на мысль, почему западные корреспонденты, которые так хотят нести правду всему миру про события на Украине, не показывают того, что происходит на западной стороне этой линии, которую контролирует вооруженные силы Украины. Их не пускают по соображениям безопасности или это самоцензура? Я бы хотел в этом разобраться. Наша статистика говорит о том, что уничтожение социальных объектов на стороне, контролируемой Донбассом, в разы больше, чем аналогичная ситуация по левую сторону от линии соприкосновения. И в основном огонь ведется по позициям, которые занимают вооруженные силы Украины. Тем не менее, отдельные представители средств массовой информации прорываются в зону боевых действий. Не так давно я видел доклад Международного института стратегических исследований Вашингтонского и видел сообщения журналистов газеты «Вашингтон-Пост», которые побывали на линии соприкосновения и написали, что насилие в Донбассе провоцируют добровольческие батальоны, которые никому не подчиняются, которые не берут приказов от вооруженных сил Украины, действуют абсолютно на свое усмотрение. И вот написали журналисты из «Вашингтон-Пост», там воюют тысячи неподконтрольных Киеву ультранационалистов из правого сектора. Дальше они сделали такой еще вывод. Киеву, наверное, выгодно, чтобы вооруженные и озлобленные радикалы оставались на линии соприкосновения в Донбассе и не устроили в столице новый Майдан. Упомянули они, кстати, о воюющих в Донбассе неонацистах-иностранцах, на которых тоже закрывают глаза. Мы это обсуждаем в рамках нормандского формата. У нас будет сегодня встреча министров иностранных дел Франции, Германии, Украины и России. Но вот вопрос о том, почему так мало информации о происходящем по западную сторону линии соприкосновения, он остается открытым. А он является ключевым для ответа на Ваш вопрос, почему мало прогресса в сфере безопасности. Но прогресс в сфере безопасности не может быть самоцелью. Целью нашей общей является полное выполнение минских договоренностей, которые гласят, да, обеспечение безопасности на линии соприкосновения, я упомянул о причинах, по которым этого пока не удается сделать, проведение конституционной реформы с тем, чтобы закон об особом статусе стал частью Конституции, проведение амнистии для всех участников боевых действий на Донбассе, точно так же, как все, без исключения, участники событий на Майдане были амнистированы, и затем уже проведение выборов. И только после этого, гласит Минская договоренность, восстановление полного контроля украинского правительства над границей с Российской Федерацией. Пока, как я уже сказал, мы этого не наблюдаем. И то, что говорят наши европейские партнеры относительно санкций, я уже высказывался насчет того, насколько, в общем-то, нелогично и искусственно звучит формула «Минские договоренности должны быть выполнены России, и тогда Евросоюз снимет санкции». Мы тоже хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока Минские договоренности не будут выполнены. Это вот тоже надо понимать. И я знаю, что реальная картина происходящего на Украине, реальная картина тех причин, по которым Минские договоренности буксуют, прекрасно известна и в Париже, и в Берлине, и, смею надеяться, в Вашингтоне, да и в других столицах, в том числе и в штаб-квартире НАТО. Но вот эта вот неправильно понятая солидарность с теми, кто решил принести Украине свободу, европейские ценности, она не позволяет громко людям об этом говорить. Но когда наша хорошая подруга Федерико Маггерини говорит, что санкции – это инструмент реализации «Минска-2», я это принимаю. Знаете, идея в том, чтобы санкциями регулировать кризис на Украине. То есть, и санкции-то однозначно возлагают вину на Российскую Федерацию. То есть, Маггерини, может быть, по Фрейду, она сказала следующее. Мы будем ждать, пока Россия уступит, отойдет от «Минска-2» и сделает какие-то односторонние шаги, заставит ополченцев на Донбассе делать такие односторонние шаги. Скрытый месседж из этой позиции заключается в том, что не надо работать с Киевом. Киев все делает правильно. Но я убежден, что правда известна в ключевых столицах. И очень надеюсь, что если не публично, то хотя бы в непосредственных контактах с украинскими властями соответствующие сигналы посылаются. Но не только, надеюсь, даже знаю, что это так. Насколько эти сигналы воспринимаются, судить мне трудно. И второй вопрос, который нам задал наш французский коллега касательно вмешательства Российской Федерации во всевозможные предвыборные кампании и прочие политические процессы в зарубежных странах. Когда европейцы, не европейцы, а демократические партии вышли в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что выборы были не очень честными, что за демократов подали голоса так называемые мертвые души, демократические партии что делают? Она говорит, предъяви факты. А почему-то, когда нас в чем-то обвиняют, никаких фактов никто ни у кого не требует. Ни одного факта я не видел. Не относительно того, что мы пытались взламывать какие-то сайты демократической партии, не относительно того, что мы якобы делали во Франции, Германии, Италии. Факты были признаны про Германию, вы знаете, когда? Несколько лет назад. Было признано, что все высшее руководство прослушивается. На днях были утечки относительно того, что кампания по президентским выборам во Франции 2012 года сопровождалась кибершпионажем со стороны ЦРУ. И представитель ЦРУ сегодня сказал, что какому-то журналисту можете написать, что у нас нет комментариев на эту тему. Наверное, нет комментариев. Но когда мой добрый товарищ Жан-Марк Эрро уже после распространения информации о выборах 2012 года и о подозрениях на то, что ЦРУ в эти выборы вмешивалась, ну а там были не только подозрения, но, как я понимаю, и конкретные факты, а он, выступая в парламенте, говорит, что мы будем против кибершпионажа как со стороны России, так и со стороны других стран. Ну, скромность, она, конечно, всегда украшает человека, но в данном случае еще раз скажу, предъявите нам факты. Напомню, Россия была первой страной, которая много лет назад инициировала в ООН работу по согласованию позиций в сфере международной информационной безопасности, проще говоря, в сфере кибербезопасности. Очень долго наши западные партнеры уклонялись от этой работы. Наконец, пару лет назад мы приняли резолюцию консенсуса. Была создана группа правительственных экспертов. Она написала хороший доклад. Этот доклад стал, но в основе новой резолюции. И создана еще одна группа экспертов, которые решать не будет консенсусом заниматься. Новый предмет. Вопросы кибербезопасности в том, как самому, техническому, технологическому смысле. Мы предлагали заниматься нашим кибербезопасности. Когда американцы стали отламываться нашим гражданам, решение договора, который у нас есть, предпределить об армии, не сообщали нам о том, что они отловили под подогрением киберпреступления, мы предложили, давайте сядем, и начнем разбирать все эти вопросы. И в ноябре 2015 года мы предложили администрацию Коману присесть, обещать такую иностороннюю работу по кибершиканажу, по безопасности, по всем киберподозрениям. Год одних неровных, которые акции хотел Джордж Кэрли, каждый раз, когда мы встречались. В итоге, в декабре, мы предложили, когда они с вами давайте встречаться, а потом, ведь это у нас с генеральной администрацией, давайте пока это все окружаем. И сегодня, гидранспорнент, у меня о киберпезопасности, выделило очень интересную мысль, о том, что Совет России не будет только заняться на этом проблеме. Я возвращаюсь к этому, самый первый вопрос. Мы были всегда за то, чтобы Совет России акционировали максимально конкретно. Не мы прекращали политическое сотрудничество. Если теперь каждом Германии мы из ведущих членов выступаем за то, что надо заниматься безопасностью, ясен, что Совет России надо заниматься на этом безопасности. Совет России в том, что это связано к тому, что мы, крайне мере, Берлин хочет, чтобы Совет России возобновил полноценные функции, а не просто объяснился искусствам. Пошу прошу, не за... не за время. Ну, 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 that's quite all right. We wanted you to have the time to respond to these questions. And I'm sure that if we had more time there would be 10 or 15 more questions. We have run out of time. I know lunches are waiting for all of us. You have probably by laterance waiting. Thank you, Продолжение следует...